Приветствую всех на своем канале! В этом видео я вам покажу, как сделать быстро, просто и легко, а главное не дорого, очень красивую новогоднюю креативную елочку. Для этого нам понадобится вот такая вот мишура, она стоит буквально 3 гривны. Вот такие елочные небольшие игрушки, я покупала синие и красные, мне их хватило на несколько поделок, и это у меня остались, и я ними буду украшать эту елочку. А также проволока, вы можете купить ее в любом строительном магазине, либо где продается для стройматериала вот такие вот проволоки. Она, сейчас вам скажу какой-то вот номер, К292011АПВ6.0. Она хороша тем, что она легко гнется и сохраняет форму. Из нее я сделаю каркас для нашей елочки. Смотрите, и вот я сделала каркас для нашей елочки. Мне буквально около метра понадобилось такой проволоки, чтобы соорудить вот такой вот каркас, такую спиральку для нашей елочки. Проволока очень замечательная, гнется, создаю форму, какую мне нужно, какая мне будет устраивать. Очень хорошо держит форму. Что я делаю дальше? Дальше я буду обматывать этой мишурой проволоку. Вы можете верхушку тут закрепить, привязать скотчем, ниткой, приклеить клеем. Но можно обойтись и без этого всего. Так как у этой мишуры есть еще такие на кончиках проволоки, которыми вы можете завернуть, закрепить тут, и она будет хорошо и так держаться. Я верхушечку закрепляю таким вот образом, обматываю несколько раз, и все. И не надо никакого клея, никаких ниточек. Теперь я начинаю наматывать мишуру по проволоке таким вот образом. Где будет виднеться проволока, я просто туда придвину мишуру, чтобы она закрыла полностью проволоку. Вот так вот мы замотали. Берем вторую мишуру, то есть нам понадобится всего две мишуры, даже немного останется ее. И где закончилось, мы берем кончик следующей мишуры и наматываем. Наматываем, приматываем. Хотите ниточкой тут закрепите, хотите просто намотать, и если вы ее решите в будущем разобрать, то можете ничем ее не закреплять. А если хотите, чтобы она у вас не один год прослужила, то можете ее примотать нитками, либо клеем закрепить. Или еще один вариант. Берете два конца этой мишуры, и там, где проволоки, вы просто обматываете их друг к другу. Друг к другу приматываете. И у вас получится одна сплошная мишура. И не нужно привязывать, не склеивать, а друг к другу просто примотали. Все. И можете продолжать обматывать проволоку мишурой. Вот смотрите, когда вы доходите до конца, у вас тут, вы переплели две проволоки вот так вот в конце, чтобы они хорошо держались друг за дружкой. И вы уже, когда доводите дело до конца, вот, вы уже захватываете две проволоки сразу. Смотрите, вот такая вот примерно елочка должна у вас получиться. Елочка-трансформер, то есть вы можете сделать из нее любую форму. Такую спиральную форму, выше, ниже, на ваше усмотрение. Сейчас давайте эту елочку украсим. Мы можем украсить елочкой вот такой штучкой, такими вот бусинками разными. Так вот пустить по кругу, положить, уложить, как нам нравится. А можем просто игрушками елочными, что я и сделаю. Я добавлю елочные игрушки, которые у меня остались в предыдущих поделок. Красные и синие. Одну игрушечку я уже повесила. Смотрите, я отодвигала мишуру, и на проволоку я привязывала игрушку. Дальше я вот так вот подвигала друг к другу мишуру, чтобы не было видно проволоки, и игрушка у нас вот таким вот образом висит. И делая так по кругу, чередуя красное с синим. Вот, смотрите. Отодвигаю между мишурой, чтобы у нас была видна проволока. И сейчас я там, на этой проволоке, завяжу нашу елочную игрушку. Раз, узел. И второй узел, чтобы крепенько держалась. Теперь я поднимаю игрушку вот так вот, и придвигаю мишуру к другу мишуру. Так вот прячу проволоку. И наша игрушечка получается сверху. И теперь вот так она выглядит. Так вот я уже прикрепила сверху. Снизу. Сейчас довешиваю остальные игрушки, которые у меня есть. И не буду сильно перегружать нашу елочку игрушками. Там я привязываю везде игрушки. Такая она у нас пушистенькая получается. С такими миниатюрными игрушками. И осталось буквально несколько штрихов. Наша елочка готова. И вот моя елочка уже готова. Такая елочка-трансформер. Ее можно делать выше, ниже спиральной формы. Красивая, лохматая, воздушная. Такая необыкновенная. Пружинистая, устойчивая, что немаловажно. Вы можете украсить ее на любое смотрение. Можно сделать игрушки своими руками. Бантики, ангелочки, крылышки. И украсить такую елочку. Так что у меня в коллекции появилась еще одна елочка. Ну, на этом я не остановлюсь. У меня еще в проекте две елочки. Так что, если вам понравилось это видео, понравился такой мастер-класс такой вот елочки. Простой, легкой, быстрой и бюджетной. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео я еще оставлю несколько ссылок на моих поделки новогодние. Это и подсвечники, и новогодние елки, креативные елки, елочки своими руками, а также снеговик за полдвижения. В принципе, у нас и елочка-то получилась за полдвижения. Такая вот красотка. С наступающими новогодними вас праздниками! Крепкого вам здоровья, счастья, радости, тепла, любви и много-много денег. До новых встреч! Увидимся! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...